Черепа FIRE! Впервые концептуальный продуктив купе Кроссфайер был представлен на автосалоне в Детройте. зимой 2001 года. А спустя несколько месяцев было принято решение о запуске модели в серийное производство. Разработанный в кратчайшие сроки спорткар был создан на базе элементов заднеприводной платформы родстера SLK. А производство Crossfire было развернуто в начале 2003 года в Оттамбрюке на заводе фирмы Карман. Машина оборудована, как и все представители американского автопрома по полной программе. Здесь есть полный фарш. Как то, разумеется, все возможные системы безопасности, как пассивные, так и активные. Противобуксовочная система. Для удобства вождения это автоматическая пятиступенчатая коробка передач. В первый раз я сижу с пятиступенчатым автоматом, который, в принципе, может переходить и в ручное управление. Что касается дизайна, как внешнего, так и наружного, то машина безупречна. Безусловно, одно из главных достоинств Crossfire неподражаемый дизайн, соединяющий в себе все лучшие черты современного стиля Chrysler. Серийное купе оснащено V-образной шестеркой в 3,2 литра, мощностью 215 лошадиных сил. От СЛК. Задняя подвеска и подрамник позаимствованы у Е-класса, а общее число комплектующих германского производства превышает 40%. Шина эта именно дает возможность произвести впечатление. Лично на нас она произвела несговоримые впечатления. Так вот, и еще об одном. Машина на тест-драйв нам предоставила компания Musa Motors, зал авторитет. И очень приятно, что после заснеженной зимы первая машина из нашей неоканчиваемой серии, это Chrysler Crossfire.